Ведущий спортсмен Сочи по олимпийским видам спорта Вячеслав Яркин на Кубке России по тяжелой атлетике установил два новых рекорда страны в толчке и в сумме двоеборья. Соревнования прошли накануне в Старом Осколе. Трудно ли была его победа и какие новые цели стоят перед спортсменом сегодня? В репортаже Олеся Стаховой. Тяжелой атлетикой 23-летний коренной сочинец Вячеслав Яркин начал заниматься еще в четыре года. С тех пор его девиз – «Ни дня без тренировки». Любовь именно к этому виду спорта спортсмену привил старший брат Владислав – мастер спорта международного класса. Он и стал индивидуальным тренером Вячеслава. Я всегда настроен поднять просто как можно больше. И так получается, что мои результаты конкурентоспособны в МИИ и тем более в России. На Кубке России по тяжелой атлетике Вячеслав Яркин поднял штангу весом 190 килограммов. Вес почти втрое тяжелее его самого. И на пять килограммов превзошел предыдущий рекорд страны в сумме двоеборья. Теперь новый рекорд – 348 килограммов. На сегодня в России в весовой категории до 81 килограмма равных ему нет. За первый рекорд ему даже пришлось соперничать с самим собой. Сегодня Вячеслав – один из ведущих спортсменов Сочи по олимпийским видам спорта. Побил свой курд. Нет, наверное, даже в какой-то степени легче. У тебя сзади особых соперников нету. И ты просто уже выступаешь для себя, доказываешь себе и тренеру, что ты способен найти результаты. Даже в какой-то степени легче в этом плане было. В 2019 году Вячеслав Яркин возглавил список сильнейших тяжелоатлетов России. Среди его побед – серебряный приз Всемирной универсиады и юношеских олимпийских игр, бронзовая медаль юниорского чемпионата мира. В Старом осколе на Кубке страны в этом году тяжелоатлет стал лучшим уже среди взрослых мужчин. Мы надеемся, что на чемпионате Европы, а уровень его результатов уже конкурентно способен для взрослого контингентального первенства. И мы надеемся туда донести и занять как минимум призовое место. Вячеславу предстоят серьезные тренировки, чтобы прибавить еще несколько килограммов и в толчке, и в рывке для победы на чемпионате Европы, который состоится в Москве уже в апреле. Олеся Стахова, Александр Киреев. Время новостей. Олеся Стахова, Александр Киреев.